Доброе время суток, друзья, боевая провинция. Приветствует вас Магомед Курбанов, Лиам Смит. 2 мая подерутся. Единственный интересный вопрос, как так британец Лиам Смит приедет к нам в Россию. Обычно мы туда едем, но здесь, видите, как-то сумели, организовали. Смит даже и не подозревает, куда он едет. Он даже не подозревает, что его может здесь ждать. Так же, как и не подозревал Энтони Ярд, когда приезжал сюда, для того, чтобы подраться с престарелым уже, с бойцом на спаде, Ковалевым. И, наверное, до сих пор не понял, как это так, да? Раз силы и внезапно закончились после какой-то комбинации. И не мог подозревать, как так наш Серега Ковалев после столько пропущенных ударов в голову мощного бойца. На следующий раунд вышел более шустрый, более интересный и более движущийся на ногах и дистанционный, да? Прибавил, как бы. Видите? Но им этого не понять. Для этого нужно заниматься в России, тренироваться в России, чтобы быть такими индивидуумами. Так, дальше. Так, дальше, дальше, дальше. Ну, по бойцам пробежимся, ребят. Курбанов 25 лет, боец молодой. Боец набирающий, набирающий во всем, и в ударе, и в технике, я так думаю, и в тактике. Но на 21 бой всего 13 нокаутов. Говорит о том, что он не нокаутер. Еще видите, что таких бойцов, вот как Очкин, Михалкин, ну да, он нокаутировал, завершил поединки досрочно. Но уже более-менее бойцы, такие приезжие, там вот Чавес, помните, 35 лет. У него было 4 нокаута, проигрыши. Но Курбанов не смог нокаутировать. Ну и другие, там, ряд бойцов, у кого есть желание, посмотрите. Какая причина, тоже мне интересно. Вроде боец мощный, боец крепкий, боец молодой. По какой причине не нокаутирует, и такой небольшой процент нокаута. Может, здесь акцент делается на какую-то технику, на какую-то тактику. Может, акцент не делается на силу удара. Альварес сейчас, если посмотреть, он постоянно работает на силу удара. Вкладывается постоянно в удар в тренировках даже, помните, показывает. Один держит лапу вот этого Альварес с ног, наворачивает апперкоты одиночные. У нас, может, по-другому все. Так, дальше. Кто такой Лиам Смит? Постарше 32 года. Посмотрев его поединки, я увидел, ребята, то, что этот британец не прогрессирует. Сейчас он уже на закате. В каком плане? То, что у него сейчас нету голода. Он, видно, уже до того набоксировался. Набоксовался. И с Хайми Мангу. И помните, он был неплохо, интересен. Просто, ну, Мангу, я это боец не той весовой категории. Крупный, длиннорукий. И чтобы побить Мангу, ее нужно, как минимум, быть нокаутером. Быть с хорошим, быть, ну, с жестким ударом хотя бы. Уж не с нокаутирующим, но чтобы Мангу побавился. А здесь Смит не нокаутерно. А 29 побед всего 16 нокаутов. И поэтому для Мунгии там что-то опасаться. Он и пропускал тоже много Мунгия. Ну, делал свое дело. И иногда он послал. Ну, короче, в одни ворота Смита разбил. Но тогда Смит был голоден. Смит хотел победы. Сейчас по последнему поединку с кем-то там? С мексиканцем, по-моему, с каким-то. Я увидел то, что Смит уже боксирует, ребята, так, как боксируют люди, которых уже просто вызывают для того, чтобы... Ну, вот как Курбанов его вызвали. Для чего? Для того, чтобы сделать какой-то шаг в будущее, да? Шаг в какой-то прогресс. И для этого именно вот эти бойцы нужны. Потому что боец неплохой. Смит, в принципе, вот давайте, функционалка хорошая. Выбрасывает много ударов. Ну, нормальное количество ударов. Не сказать, что прямо нога засыпает. Но сейчас вот в последнем бою видно, что уже осторожничает, остерегается. Если боец какие-то действия производит, то Смит даже начинает отходить. Для него, конечно, не то, что подарок, а любимое занятие. Это когда ноги не движутся. Это стоять и размениваться. Разменивается от блока. Но блок до того слабоется. Он очень много ударов через него пролазит. Ну, как бы просто поднятые руки. Ну, да, они предостерегают от каких-то очень серьезных попаданий. От очень серьезного ущерба. Но если боец бьющий, то он даже может пробить через этот... Блоком его даже нельзя назвать. Но отдать должное. Голова все равно крепкая. Даже если и падал от мунгии, но голова крепкая. И даже был в нокауте от Альвареса. Но все равно много ударов поддерживал. Отдать должное, ребята. Боец очень терпеливый. Боец очень такой... Как было сказать, чтобы вы поняли? Ну, вот есть бойцы-боксеры. Вот есть боец-боксер. Да, вот он боксирует. И как какая-то трудность, он начинает сразу сдавать. Да? То этот боксер... То этот боец, Максим Мед, он такой боксер не боксирующий. Технически не боксирующий. Вот поняли, да? Вот это дистанционная работа. А боец, который терпит, так и терпящий. Вот он выдержит все. Он упадет, он встанет. Вот этот перетерпит вот этот навал. Вот эту серию вот этих каких-то там н-ных ударов, н-ных пропусков. И когда, когда боец уже, оппонент понимает то, что он явно превосходит. И хочет немножечко как бы отдохнуть уже. Просто побоксировать. Потому что видно доминирование над Смитом. Там в каком-то раунде. То Смит в это время, как будто у него, знаете, второе дыхание открывается. И он начинает работать. Он как бы воскресает из мертвых. Из ниоткуда воскресает. Вот этим этот боец интересный. Поэтому он такой британский мексиканец. Но мексиканцы, ребята, это мексиканцы. Их можно подражать. Можно изучать какие-то вот эти моменты с ихнего, с мексиканского бокса. Но ты им никогда не станешь. Потому что физиология человека совсем другая. Если мексиканцы, они отбор ведут. Вот допустим, они выходят и дерутся. У кого крепче голова, тот вылазит. Там никакой техники нету, я так думаю, когда они начинают. Просто дерутся в ринге и все. Естественный отбор такой. То есть в Британии нет естественного отбора. Вот есть человек, есть Смит. И он решил так вот боксировать. И поэтому здесь естественного отбора нет. И с этой техникой все равно не хватает ему что-то. Все равно не хватает. Видно, что что-то не то. Вот вроде да, стоит. Да, разменивается. Да, пропускает. Но вот мексиканец стоит перед ним. Уже видно не то. Уже видно мексиканец перебивает. Ну я вот этому Мунгию, к примеру. Такие терпкие мексиканцы, которые куда-то поднялись. Конечно, некоторых мексиканцев, которые где-то там бултыхаются внизу, он и Смит перебьет, перекидает. И еще там ряд боксеров. Но на сегодняшний день Смит, по-моему, Смит, ребята, на мнению. По-моему, Смит на спаде. Даже не на спаде, а такой замороженный, заторможенный. И уже более думающий о своем здоровье боец. Поэтому, к чему я все это говорю. Вот смотрите. Приезжает в Екатеринбург, да? Магомед Курбанов. Молодой, здоровый, крепкий. По статистике не бьющий. Но он будет выглядеть мощнее. Будет выглядеть такой, знаете, закабанелый. Манера ведения боя Курбанова, ребята, напоминает мне Дмитрия Кудряшова. Просто, ну как бы Кудряшов бьющий. А Курбанов... Ну, вот даже у меня язык не поворачивается сказать, что он не бьющий. Хотя статистика прям твердит нам об этом. 21 на 13. Но все равно я вижу то, что он заряженный. Вижу в его кулаках какую-то мощь. Но выходят бойцы более-менее. Видите, он не может их нокаутировать. По какой-то причине. Даже не могу сказать. Здесь основная опасность для Курбанова, это то, что если он выдохнется... Смит, конечно, функциональнее Курбанова. И вот единственное, от чего нужно опасаться Курбанову, это от функционалки Смита. А как опасаться? Это лишний раз не навязывать ему какие-то размены. Потому что если Курбанов попытается разбить Смита один раз, второй раз, и у него это не удастся, то он устанет. Потому что у Курбанова функционалка желает лучшего. Он мало выбрасывает удар, много стоит. И в это время Смит может накидывать, накидывать, накидывать. Но Смит, ребята, не нокаутер, а у Курбанова крепкая голова. Потому что он тоже пропускает. И ему видно костяк такой. И держит он эти удары в пропусках. Поэтому, ребята, этот поединок, я так думаю, должен пройти все раунды. Все раунды должен пройти. И правдами, неправдами. Но Смиту не отдадут победу. Потому что Смиту нужно явно выиграть Курбанова. А как он его выиграет явно? В России. В России он его явно выиграть не сможет. Но может чуть получше выглядеть в каких-то моментах. В начальных раундах точно он лучше Курбанова не будет выглядеть. Потому что Курбанов первые 6 раундов у него все равно функционалка не подсядет. И он будет выглядеть интересней. Ну а там будет работать по накатанной. Получится нокаутировать. Хотя, вот Смит удобен для нокаутирования. Потому что он не бегает, не убегает. Он будет около тебя стоять. Просто нужно пробить его. Пробить голову. Он будет много пропускать. Сможет Курбанов пробить. Был бы у него процент нокаутов, ну хотя бы 21 на 19. Ну хотя бы на 18 нокаутов. Тогда можно было сказать, что Курбанов закончит эту победу досрочно. Еще раз повторюсь. Смит удобен для нокаутирования. Удобен. Не надо за ним не бегать. Просто пробить его надо будет. Ну а с этим процентом у меня, тоже как у любого нормального человека, возникнет вопрос. Потому что, ну если Мунге, я, ребята, не напаутировал. Хотя и Смит был в то время более интересен как боец. Но крепость головы, я так думаю, осталась. Потому что, ну последние поединки он, понятно, что не очень значимые бойцы. Но он все равно их выигрывал. Там кого нокаутом, кого по очкам. Так, ну что, черту подведем, ребята. Так, по Курбанову. Ребята, не обижайтесь. Скажу вам прямо от чистого сердца. Вот этих бойцов, Курбанова, Смита, ничего их дальше не ждет. Вот Курбанов попадется там с этим же, я не знаю, с Мунге, ой там. Его уровень вот ему нужно с Тимом Зю. Вот Курбанов. Был бы интересный бой Зю и Курбанов. Просто сейчас Зю превознесли очень высоко. А Курбанова немножко как бы принижают. Чем? Чем принижают? Говорят то, что вот если он выиграет Смита, то возможно ему нужно будет задуматься о том, что когда-нибудь его с Тимом Зю сведут. То есть Зю уже на такую планку приподнимают над Курбановым. Но это зря делают. Потому что по манере ведения боя Дзю не лучше Курбанова. Дзю не лучше Курбанова. Примерно бойцы одного уровня. Ну есть у кого какие-то плюсы побольше. Есть там в технике у Дзю что-то получше. У Курбанова там в другом в чем-то получше. Но бой был бы интересный. Поэтому было бы неплохо посмотреть. Но победу в этом бою, я так думаю, Курбанов заработает. Не заработает, так все равно ее нарисуют эту победу. Безусловно, Смит нокаутировать Курбанова не сможет. И функционально, если бы этот бой был в Британии, можно было отдать победу Смиту. Потому что функционалки у Курбанова не думаю, что бы хватило на Смита. Потому что он поздних раундов будет прибавлять. Но так как еще раз повторяюсь, ребята. Смит приезжает в Россию. И поэтому функционалки у Курбанова, думаю, должно хватить по идее. Но мы уже выводы видите, с чего делаем, друзья. Мы уже выводы не делаем. Потому что вот этот боец такого качества. Вот этот боец другого качества. А мы уже думаем, где бой будет. В России или в Британии или в Америке ли этот бой будет. Правильно? Вот помните, опять Ковалев вспомню, с Малекузиевым. Видите, бой в России должен быть. Ковалев допингом напичкался там или еще там что-то. И не знали бы об этом, так бы и бой прошел. И возможно Ковалев вытянул этот поединок на тоненького там Элька. Но видите, бой перенесли. Оказалось куда-то за границу. И там Ковалев оказался под допингом. Поэтому вот эти моменты, друзья мои, все учесть нельзя. Не хочу наговаривать ничего плохого на Курбанова. И не хотел ничего говорить на Ковалева, еще на наших бойцов. Но получается так, что получается как получается. И об этом нужно, конечно, говорить. И от этого никуда не денешься. Ну что, друзья, будем заканчивать. Да, забыл сказать еще. Смит, ребята, сейчас уже стал, знаете, вот такой как бы немощный какой-то. У него нету динамита в кулаках. Если раньше они сильные такие были, то сейчас видно такие удары. Они медленоватые. Такие много думают, прежде чем нанести удар. Думаю, Курбанов выиграет этот поединок и выиграет решением судей. Все, удачи, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok